В этом выпуске программы ProLife в очередной раз состоится встреча с актером, певцом, заслуженным артистом Республики Крым. Человеком, который помогает приблизиться к творчеству и образу самой Примадонны российской эстрады. Сегодня в программе имперсонатор Аллы Пугачевой Даниил Калатура. И снова здрасте. Снова здравствуйте. Но мне непривычно, потому что в прошлой программе ты был в образе Примадонны нашей Аллы Борисовны. Ну да. Надо иногда появляться вне, так сказать, сценического образа. Вот. А сейчас ты говоришь своим голосом. Да. А тогда вживался в роль. Ну конечно. Ну, ты знаешь, настолько все это уже переплетено, что как-то включается само по себе. То есть вот я не контролирую этот процесс абсолютно. Ну вот я тебя вижу, если быть честной, второй раз в жизни. И мне, кстати, очень приятно, что ты из Белгорода же приехал. Да, конечно. Специально для съемок в программе ProLife. Это очень приятно. И вот ты сейчас отвечаешь на вопрос. И у меня все равно какие-то, знаешь, отголоски твоего образа. Я имею в виду образа Аллы Борисовны присутствуют. Это привычка? Конечно. Сколько лет? Ну что ж, я уже 15 лет в следующем году мы отметим моей творческой деятельности. И настолько вот мы действительно уже переплелись. Ну это же все, это повадки, это манера говорить. И в общем, мне кажется, что это уже некий такой, что-то, какой-то гибрид такой. Знаешь, вот Алла Борисовна, я, и вот все это слилось воедино, получилась вообще отдельная творческая единица. Ну, это я так вижу. Сталкивалась ли когда-нибудь с критикой зрительской? Критика в чем? Похож, не похож? Слушай, ну, добрых людей у нас много, в кавычках, поэтому сплошь и рядом, сплошь и рядом. И критика, ну, прежде всего творчества, внешнего вида. Люди же, нас же судят по обложке, то есть, никого не волнует, что у тебя там внутри, доброе сердце или злое, там, есть душа, нет души. Они же смотрят там, в чем ты одет, как ты выглядишь экстравагантно, а если экстравагантно, значит, есть для этого предпосылки, а, значит, там, все. То есть, они уже начинают что-то искать, что-то придумывать, копать, ну, в общем, вообще не в ту степь иногда. Ну, интересно, мне интересно это читать, наблюдать за этим. А что касается критики, ну, я критик воспринимаю от людей, которые, ну, скажем так, профессиональны в сфере деятельности. Это ровным счетом, как тракторист будет советовать доярке, как ей выдоить корову. Ну, абсолютная глупость. Тяжелая неказиста? Жизнь российского артиста. Хорошо. Я, по-моему, в прошлом выпуске не спросила у тебя, примерял ли ты, так, скажем, примерял, другие образы? Ну, у меня были эксперименты. Были эксперименты. Это был образ Иосифа Давыдовича Кобзона. Ну, там даже акцент был не на образе, а акцент был на голосе. Ага. То есть, все-таки мой голос. То есть, серьезно, замахнулся. Ну, мой голос, да, он периодически выдает интонации. Вот Муслима Магомаева, Иосифа Давыдовича Кобзона. Ну, то есть, это возможность именно вокальная такая. Ну, я этим редко пользуюсь, в основном, в кругу друзей, близких людей, когда мне говорят, а спой там «Синюю вечность». Не люблю эту песню, но пою, потому что ее любят люди. А вот я почему-то, нет, она шикарна в исполнении Муслима Магомедовича, она потрясающая. Я не могу так вот свято ее спеть, как он это делал. Ты много где выступаешь. Где чаще всего? Ну, чаще всего в Крыму, конечно. Потому что... В Крыму ты известный артист. Ну, все важно. У меня есть звание заслуженного артиста Республики Крым. Это счастье, что... Во-первых, что Крым наш. Что люди, которые там живут, это уникальные люди, потрясающие. Ну, в общем, с того, что Феодосия – это родина Айвазовского. И вообще в Крыму очень много известных людей родились и творили там. Вот. Поэтому Крым, конечно, как точка такая... Теплая. Точка кипения. И комфортная. Моя душа там все время. Несмотря на то, что я перемещаюсь между городами, гастролирую активно. Но Крым – это сердце, это душа. Вот Севастополь. Я могу сутками гулять по ночному Севастополю. Узнаю каждую там детальку. Ну, то есть я очень люблю этот город. Я завидую, потому что я люблю там, где тепло, там, где море, там, где хорошо. Да. Ну, как правило, люди, которые родились возле моря, к этому так не относятся. Для них море – это привычка. Да. Что касается тебя самого, Даниил Кулатура, твое творчество, твои песни, ты пишешь. Да, конечно. Что с твоим вот именно творчеством? Ну, мы постепенно идем к тому, что скоро презентуем проект под названием Даниил Кулатура. Да, это будет образ вне образа основного и привычного людям. Это уже будет мой образ. Но он будет тоже достаточно экстравагантен, интересен. Яркий образ будет очень такой насыщенный. Вот сейчас куда ярче, скажи мне, пожалуйста. Вот эта шляпка, я в нее влюбилась. Просто это ж надо вообще. Ну, я люблю все вот яркие детальки. Ну, артист. Ну, да, да. Это любовь к хорошим вещам, к красивым вещам. Что у нас за твоей спиной? Ой, это моя чудесная шубка. Шубка. Это зебра. Не хочешь примерить? Слушай, это как… Это уже, знаете, как традиция. В моей программе я обязательно что-нибудь примеряю. Но чаще всего я ем. Да простите нас, Гринпис, понимаешь? Так. Ну, я должна в ней вообще-то здесь как-то расположиться, смотреть, как мне все хорошо. Давайте мне бриллианты. Королева. И вот прям чей образ сейчас у меня… Мне кажется, что-то вот между Аллегровой и… Да? Что-то величественное, царственное такое. И в последнее время, говорит, Милявская. Лолиту тоже похожа, кстати. Так, ну классно. Слушай, это такая тоже очень яркая деталь. Я ее у себя оставлю. Оставлю, конечно. Ну, в смысле, вот здесь. Если продолжить о песнях, я никогда не понимала творческих людей, что касается… Он пишет музыку, он пишет слова. Ты пишешь слова? Я пишу слова и музыку. И музыку? Да, конечно. Да я вообще не музыкальный человек. Да что ж такое-то? Ну, это такое, знаешь, это состояние, это такой наплыв. Вот просто. Это ни от чего не зависит. Вот просто я могу там через пять минут пойти к роялю и что-то написать, записать это, и потом уже из этого создать какую-то мелодию. Я очень много пишу музыки для детских спектаклей. Вот в Белгороде у нас наш театр. Мне просят иногда что-то написать, вот такое специальное, что-то очень… Ну, что-то очень специфическое, скажем так, для конкретного музыкального спектакля. Детского, как правило, мне это интересно. Ну, потому что у детей такая энергия какая-то волшебная, потрясающая, и с ними я очень люблю. Вот ученики мои тоже, вот я с ними очень много времени провожу, потому что вот эта энергия, она меня как-то заряжает даже. – А вне образа Аллы Борисовны с кем удалось посотрудничать, опять же, в музыке из известных людей? – Ну, в музыке, наверное, их не так много, нежели сколько из актеров. То есть из великих маститых людей – это Владимир Абрамович, это Лев Константинович Дуров, с кем еще снимались Саша Олежка, ну, как бы это уже из более молодых актеров. Ну, то есть там такой достаточно большой список, его можно, ну, из маститых людей – это вот эти два такие киношные идолы, да, боги, с кем мне было комфортно. И от руки и рукопожатия этих людей я очень долго был счастлив, потому что это есть, их уже нет, но их работа есть, и я уверен, что они проживут еще очень много лет. Но счастье было – соприкоснуться с легендой. Вот это невозможно описать словами, это вот действительно опыт, это такая хорошая школа. Поэтому я очень благодарен. Ну, Олег Павлович Табаков, конечно, легендарный человек, один из моих учителей, театральных учителей, которому я тоже просто безмерно благодарен, потому что то, чему он научил нас, наш курс, то, конечно, это такие навыки, которые, ну, уникальные, уникальные, да. Поэтому я безумно благодарен. Их уже нет в живых, но я всегда, когда бываю в Москве, всегда заезжаю, поэтому это безумная благодарность. В начале 2020 года, вот буквально вот-вот недавно, вышел клип известного артиста Митти Фомина. Моего хорошего друга. Вот оно как. Да. Которым снялся ты в образе Аллы Борисовны. Аллы Борисовны, да. Давайте посмотрим. Держимся, ребята, держимся. Это вообще бедня. Ребят, ну можно не шуметь, ну? Хорошо. Клип, кстати говоря, очень даже интересный. Ну да. Где снимали? Снимали мы клип в Белгородской области. Есть такой поселок, называется он Безлюдовка. Вот. И мы снимали его именно там, потому что там очень живописное место, река, лес. То есть то, что, в принципе, по локации нам было необходимо, то там мы и нашли. Вот. Задействовано было там очень много людей. Учебно 50 или больше. То есть большая массовка. Было очень холодно. Вот. Вот. Ну, как бы работа, результат оправдал все наши страдания, этот мороз. Вот. А как пришли к идее клипа, ну, Митя позвонил. Вот. И говорит, я хочу, чтобы ты снялся в моем клипе. Вот. Я говорю, ну, хорошо, давай, говорю, посмотрим. Он говорит, тут вот будет такая вишенка на тортике. Да. То есть твое появление в конце. И действительно клип ведь очень неожиданный, потому что никто не ожидает этой развязки, того, что там в конце, что оказывается в этом трейлере, там Алла Борисовна, они тут помешали, и Митя так скромно говорит, извините. 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 Да. И, как бы, ну, это счастье тоже вот, счастье было поработать вместе. То есть, ну, скажем так, человеческие наши с ним отношения, это наши личные отношения, а вот у нас не было ни разу какого-то общего проекта, где бы мы могли быть представлены вдвоем в качестве, вот, ну, актеров. Дамы и господа, представляем артиста Даниила Калатура, между прочим, заслуженного артиста Крыма, который вообще живет здесь сейчас, да, который приезжает, гастролирует, дает концерты, моноспектакль, знает антологию артистки от и до, практически в копейку выглядит, и действительно украсил наше сегодняшнее видео. У тебя огромное спасибо, Дань, за работу, за то, чтобы, на самом деле, еще утром этот человек выглядел как мы, то есть такой из девяностых, беженец, чуть-чуть цыган, чуть-чуть странник, чуть-чуть музыкант, буквально через два часа преобразился и уже выглядит, выглядит как Примадонна. Ну, вот как я это вижу со стороны, как зритель, посмотрев данный клип, зная тебя, что, на самом деле, ты понимаешь, что ты уже как бы на ступенечку еще куда-то пошел, раз уже видят это все, и Алла Борисовна увидят тоже. Да, Алла Борисовна уже посмотрела клип, причем показала ей Максим этот клип, потому что он очень часто там сидит в Инстаграме, и вот он наткнулся у Мити на этот клип, и вот пока мы не знаем, честно говоря, реакции Алла Борисовна, но я думаю, что она... Ну, очень интересно. Просто выскажется, да, по этому поводу. Не очень интересно. Мы знаем, что Киркорову очень понравилось. Так. Ну, у Филиппа-то вообще везде, где появляется Алла Борисовна, у него же везде... Да, все хорошо, прекрасно. Да, у него замечательно. То есть Филипп очень понравился, он уже даже в комментариях где-то в Инстаграме высказался, что все прекрасно. Вот мы с тобой говорим-говорим о творчестве, о клипе, в котором ты снялся у Мити Фомина. Мне прямо теперь уже хочется, за тебя болею я, хочется, чтобы уже как-то, знаешь, у Ани Семенович снимись, еще где-нибудь снимись. Ну, мы с Митей, вот я звонил ему 17-го числа, в день его рождения, и поздравил его с наобращением, он мне говорит, ты знаешь, как ты у меня подписан? Говорю, как? Он говорит, Алла Борисовна. Вот так тепло посмелись, и потом поговорили как раз о том, что нам можно было бы еще сделать что-то совместное, может быть, это будет фильм, может быть, это будет моноспектакль, может быть... Ну, то есть, именно в творческом ракурсе хотелось бы посмотреть, потому что здесь, в этом клипе роль все-таки у меня была такая, ну, эпизоическая, да? То есть, это был эпизод, и он был существенный эпизод, но, скажем так, очень маленький. И хотелось бы что-то в развернутом уже формате, но мы говорим сейчас об этом, поэтому, конечно, я с удовольствием сейчас осуществил бы что-то, и, возможно, еще с кем-то из артистов других. Ну, а как же вот эти вот моменты хайповые, когда сейчас уже в моду вошло, значит, Филипп Бедросович, цвет настроения синий, клип о-го-го, Дима Билан и так далее. Вот, если хайпануть, пригласят как-то на это смотреть? Ты знаешь, учитывая, что я все-таки в некотором смысле консерватор и воспитанник, скажем так, ну, классического варианта театра, да, и для меня хайп – это что-то, ну, что-то такое игровое, я не знаю, ну, вот я не привык повышать к себе интерес посредством, там, о диване или же с диване чего-то, знаешь, то есть, ну, как бы вот… Для меня важен продукт, то есть, то, что ты выпускаешь. И отклик у адреса, то есть, отклик в сердцах зрителей, людей, которые приходят. То есть, моя работа на сцене – это, прежде всего, служение. Служение сцене, служение людям. И когда мне говорят о том, что нужно сняться вот там где-то, где я понимаю, что сценарий совершенно, ну, не то что ужасный, он отвратительный, и это покажут федеральные каналы, все покажут, но я не получу от этого удовольствия, творческого наслаждения. И, возможно, зрители, которые приходят на мои концерты, будут не очень довольны тем, что они ведут на сцене, что они ведут здесь. Поэтому, на мой взгляд, юмор – это очень такая тонкая вещь. А сейчас это все настолько размузданно, настолько, ну, очень много исполнителей, на которых мне просто неприятно смотреть. Неприятно, потому что то, что они делают – это как раз не служение. Это не служение, а это зарабатывание денег, это, ну, все что любое другое, только не искусство. Легко ли в дальнейшем тебе будет расстаться с творчеством Аллы Борисовны, я имею в виду образа Аллы Борисовны, и перейти все-таки к творчеству Даниила Калатуры? Ну, я думаю, что это часть жизни. Поэтому я думаю, что все-таки песни Аллы Борисовны санутся и в моем репертуаре, и вот что касается визуализации, ну, понимаешь, это все такие вопросы. Вот мы посмотрим на Киркорова. Это же… кто такой Филипп Киркоров? Это Аллы Борисовны… Бывший муж – это… Бывший муж – это понятно. Это Аллы Борисовны просто в мужском варианте. То есть вы же посмотрите на эти повадки, на манеру держать микрофон, ну, то есть все это. Поэтому Алла Борисовна как икона для всех нас, ну, в хорошем смысле, ну, как бы не в кощунстве, но в хорошем смысле икона артистки, то есть эталон, скажем так, эталон. И ведь она показала нам, что такое шоу-бизнес. Вот вы посмотрите на тот период, да, когда в России вообще они все стояли возле стоечки с микрофоном, и никто не делал вообще шагов по сцене, в то время, когда Алла Борисовна пришла и взорвала просто все. Поэтому я думаю, что, учитывая, что мы с Аллой Борисовной, скажем так, уже сжились и где-то эти кармические линии души пересеклись, то я думаю, что здесь не придется расставаться. То есть просто визуализация образа поменяется, а это же то, что в душе, то, что в сердце, то, что у людях в сердцах, и то, что они будут хотеть слышать и исполнять. Ну, мне кажется, вот я вижу это так. Вот настроение, оно же переменчиво, состояние души и так далее. На сегодняшний день самая-самая песня Пугачевой, которую ты можешь напевать в голове. Расскажите птицы. Вот совсем недавно был юбилей у Игоря Николаева. И у меня нет его номера телефона мобильного, у меня есть номер Юли, жены. Вот, и я через Юлю поздравлял Николая возднем рождения. И там как раз написал о том, что передайте, пожалуйста, Игорю Юрьевичу, что вот эта песня, которая, ну, там столько души, там столько вот. Поэтому вот, ну, на сегодняшний день вот эта песня. Вот завершая нашу встречу, впереди, если я буду что-то неправильно скажу, ты поправь меня. Впереди у нас что? Большие планы, правильно? Огромные. Это проекты с Митей Фоминым? Да, конечно. А это мы идем дальше? Да. Ну, кроме того, я хочу поделиться совсем радостной новостью, что, наконец-то, Белгородский театр эстрады обрел свое помещение, свой дом. И теперь уже у нас есть база, на которой, собственно, уже сейчас будет разворачиваться активная работа, потому что до этого театр, который я возглавляю, ну, он не является государственным, он является частным маленьким театром, но у него не было дома. Ну, вот сейчас это помещение появилось, и это очень здорово. Ну, конечно, мы планируем съемки клипа, съемки концерта фильма. Это будет прям такой киношный, сюжетный, очень яркий фильм. Ну, и вот сейчас мы дальше на гастроли летим, я еще в Тюмени, и еще в Крым, в Ульяновск. То есть у меня, получается, еще маршрут. Ну, как обычно, собственно. Поэтому вот, знаешь, я об одном хочу сказать, что, вот, возвращаясь к вопросу о том, что мы, с нашей музыкой что-то происходит, что-то, что мы не можем как-то исправить или контролировать, я хочу сказать, что мне бы очень хотелось, чтобы все-таки постепенно народ пришел к тому, что все-таки песня – это уникальная материя. Песня и музыка. Потому что музыка заставляет человека, ну, да, этому стимул. Жить и любить, творить, созидать. Ну, то есть я очень хочу, чтобы вообще, в принципе, сердца людей в наше черствое время, в наше злое время, когда каждый готов просто тебе там, в спину тебя… Мне очень хочется, чтобы люди просто были добрее. В конечном счете вся моя деятельность и моя работа направлена только на это. И я всегда говорю в завершении концерта одну фразу, что если что-то осталось в ваших сердцах, то большей награды для себя я и не желаю. Я хочу тебе сказать огромное спасибо, потому что мне очень было приятно увидеть тебя второй раз, а такое ощущение, что и не второй. И не расставались. У меня ощущение, что мы вообще не расставались. И огромное спасибо, что приехал из Белгорода. Еще раз скажу. Специально только для вашей программы ProLife. Да, я, пользуясь случаем, благодарю всех жителей города Орла за то, что как-то у вас тепло в городе очень, несмотря на зиму, да, вроде бы холодное время года, но у вас очень тепло. Вот у вас здесь как-то много души. Ну, это мой такой взгляд, но я хочу поблагодарить всех за то, что вы есть, за то, что вы ходите на концерт, не только на мои, но еще и просто ходите. Ходите, смотрите, созидайте, потому что вся наша культура в конечном счете делает вашу душу ярче, красивее и очень честнее, наверное. Поэтому спасибо вам за то, что вы есть, за то, что есть эта замечательная программа, на площадке, которую мы можем встречаться, обсуждать вот новости, новинки. Поэтому я желаю всем вам здоровья, успехов и улыбайтесь чаще. Спасибо. Как говорят у меня на родине, целую твои мисли. Всем пока. Стоп. У меня только что заурчал очень... Никто не слышал? У меня так заурчал желудок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова